Если вам будет интересно, то есть я постоянно на связи, я могу ответить практически на любой вопрос, если я не могу, то у меня есть у кого спросить. Чтобы объяснить логику подбора, надо несколько операций просто разобрать, и вам будет понятно, почему мы что берём. Ну вот да, как-то тут больше всего очень много. Это смешивает ассистент. Ну на самом деле, у Марии Александровны это смешивает ассистент. Она вот ведает этими баночками, и всё, что надо, там подготавливает. Мне и на все вопросы могу иногда сама ответить, что там. Всего в системе продуктов 36 материалов, но если все типоразмеры брать. Мы сейчас используем для различных видов костной пластики в зависимости от параметров дефекта, их дизайна. И усложнение самого дефекта диктует нам или требует выбирать большее количество материалов, часть из которых будет иметь собственный биологический эффект, индуцирующий. Вот сюда надо добавить минеральный компонент костной ткани, который содержит все соли, а также коллаген и хондроэтиносульфат. И находясь вот здесь, он будет отпугивать остеокласты, он будет снижать их миграцию активность за счёт избыточной минерализации. А коллаген и хондроэтиносульфат, когда сосуды сюда всё-таки прорастут, будет являться строительным материалом. Поскольку гидроксиапатит кальция остеобласта не синтезирует, они поглощают его из крови и минерализуя, вернее, и осаждаясь, он садится на кристаллы гидроксиапатита. Я заканчиваю, да, уже тогда почти? Я чуть-чуть осталось ещё. Это и есть всё микс-макс. Это просто концепция, это область знаний. Так вот, смешивание материала, это аптечная технология, могу сказать сразу, лекарственных форм. Происходит в следующем порядке. Мы мешать начинаем от того, чего меньше всего или что самое мелкое. Простое правило? Всё действительно должно быть как-то близко и просто к жизни. Чего меньше всего? Ну вообще, вот в этой смеси. Чего меньше всего из компонентов? Мы же несколько компонентов смешиваем. При операции костной пластики. Чего у нас меньше всего? За что мы бьёмся всё время? А потом? Очевидно? Так с чего мы будем смешивать? Возьмём кровь. Как вы рекомендуете, как правильно включать капиталовую кровь? С разреза, с первого разреза. Вы только сделали разрез, и с лоскута начинает кровить кровь. И двух кубовым шприцем вы её собираете. И размещаете чашку Петри сразу же. И чуть разводите физрасторму, чтобы она не густела, не сворачивалась. Никаких чудес. На самом деле вообще. Ключей от жизни нету, понимаете? Первое, это кровь. Потом это кость. А потом, ну вы этого не знаете, я расскажу. Потом будет минеральный компонент костной ткани. Потому что он самый мелкий. А наша задача же, чтобы располагалось в этом объёме всё, ну то есть смешивая от самых маленьких компонентов и добавляя потом к ним базовый материал, мы располагаем во всём объёме пластического материала все эти детальки. Затем деминерализованный порошок компактной кости. Эта схема сложная тогда, когда сложный дефект. Ну как бы умные операции нужны умным пациентам. И умным врачам. Согласны? Потому что основная задача врача это думать. Затем минерализованный губчатый порошок. И потом минерализованный картикальный. Вот в каком направлении мы двигаемся. Но дефект может не требовать вот этого. Или требовать только вот это одно. Или вот это одно. Вот. Да, влияют на самом деле пять параметров. Они вот есть здесь, на сайте, и везде. Сложность операции простая, сложная. Размер дефекта малый, средний и большой. Это все есть на сайте, но это не чудеса никакие. Наличие имплантатов. Отягощающий фактор. Если вы делаете пластику с имплантатом, фактор отягощающий. Да я дам, дам, пожалуйста, там они есть. Ну давайте теперь логику. Сдаем экзамен. Все просто. Ну это точно будет, согласны? Это тоже точно будет. А вот в этом бульоне как разобраться теперь. Потому что во всех видах костной пластики мы используем капиллярную кровь. это идеальная среда, чтобы клетки не умирали. И аутокость, которая даст первичный центр окостенения при восстановлении сосудистого питания. Сложная, нет? Губчатая аутокость? Где ее добыть, Мария Александровна? Хорошо. Вы же можете, как при имплантации... Ни в коем случае. Вы скребете межклеточное вещество, в котором нет клеток. Они там все такие уже уставшие, дохлые. Их можно убить только и все. Чтобы они подавали сигналы, что они умерли. А использовать межклеточное... Это коммерция. Люди, которые придумывали костный скребок, хотели продавать скребки. Им было все равно, что там собирает врач. Его можно использовать только для одного. Истончать компактную кость. Чтобы перфорации, которые вы потом насверлите, через них росли сосуды. Как мы обсуждали хирургическую подготовку. А вам так не кажется? Прочтите книжку. Вот которую я вам сказал. Вы не записали? Ну да. Я читал ее три раза. Ну и в принципе я возвращаюсь. Ее не читают в запой. Нельзя вот так сесть и за вечер, как роман. Она требует такого погружения. Надо компилировать картинки, гистологический текст. И вот это все как бы... Это дает потом ответы на вопрос, а почему? И вот ходя на курсы, на разные, вы будете понимать, где это коммерция, а где нет. Вы ставите имплантат. Пришла красивая девушка с переломом переднего лица. Бежала по лестнице и сломала. Вот у вас есть высота и нет ширины. Или вообще вот так. Вот это будет зона риска. Это есть точно. Это есть точно. Что нам еще надо? То, что будет препятствовать усадке, публикости. Значит, будет вот это. Да это не надо. Тут есть определенная логика. И разобравшись в ней, вот это все дальше становится ясно. Хорошо, хорошо. Значит, тогда ауто, кости, кровь. На этом этапе все понятно. У нас будет всегда базовый материал. Базовый материал, который заполняет сам дефект. Правильно? Вот, который основная масса замещаемого дефекта представлена базовым материалом. Какой он может быть? Минерализованный спонгиозный порошок, да, губчатый. Или кортикальный. Или их смесь. Если этого требует дефект. Он большой. Или есть, там, нет высоты, да, есть ширина. Или нет ни высоты, ни ширины. Будет базовый материал все равно. Правильно же? Мы же без него ничего там ничего не сделаем. И второе. Дополнительные компоненты. Или вот хотите, запомните себе эту комбинацию. Микс-макс. Вот и все. Это будет либо деминерализованный порошок компактной кости. Либо минеральный компонент. Либо их смесь. Все. На самом деле, я хотел, чтобы Александр вам показал что-то. Потому что у нас времени не так много остается. Я про это могу вам рассказывать с утра до вечера целыми неделями. И персонально. Вы можете мне позвонить или скинуть случай. И фотографии с полости рта. И я вам все это расскажу. Мы сегодня про ПРФ. Я с этого начал. Суть в чем? Он получается механическим путем. Путем центрифугирования. На него действует центробежная сила. И он, откладываясь на стенках, вот так, вот так, вот сяк, вот сяк, формирует какую-то структуру. Если пробирка красная, то там получается мембрана. Если желтая, то плазма обогащенная тромбоцитами. Это для плазмолифтинга. Нет, это другое. Я про другое. Я говорю про желтые пробирки. Или оранжевые они еще бывают, которые вы зеленые называете. Их три вида, в принципе. Как бы это там ни называлось и так далее, эта структура получена небиологическим путем. Она не выросла и не созрела. Мы ее механически накатали. Поэтому нейтрофилы, которые придут сюда, да, это хорошо. Если у вас есть центрифуга, работайте. Какой это пробирка? Рекомендуйте капиллярную. Нет, для центрифуги только венозная подходит. Так ее надо, извините, сколько там. Капиллярную кровь мы используем для смешивания материалов. Если ее нет, возьмите венозную. Я несколько раз попробовал, да, сделать, не выбрать. Честно, они не подходят. Это индуктор, это не мембрана, это индуктор. У нас полчаса просто, вот в чем дело, коллеги. И она супер, но в своем месте. Да. Куда надо нужно? У нас максимум 45 минут. Я никуда не уезжаю, не улетаю. Я всегда сижу в Санкт-Петербурге и готов с вами общаться. Про это, про материал, про что хотите. Если вы желаете, может быть, какой-то вебинар онлайн. Мы можем для вашей группы сделать, да. Потому что на самом деле все, что я рассказываю, это написано на сайте. Давай. 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 Продолжение следует...